Мама Как жалко, что на эти доброты нельзя по книжкам научиться в школе. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Смотрит на сынов своих Россия, как будто лишь сейчас окончен бой. Проходят победители седые. Победа остается молодой. Молодой. Великую победу в Ульяновске вспоминают не один раз в год. Активная молодежь региона, которая не остается в стороне от памятной даты, нашла повод еще раз вспомнить тех, кто сражался за родину, почтить память погибших и еще раз поблагодарить живых. Мне кажется, это интересно. Это еще одна возможность сказать спасибо ветеранам, напомнить всем нам, что мы действительно, нам повезло. Мы жители большой и великой страны, которой действительно есть чем гордиться. Встреча стала стартом для серии проектов, приуроченных к Великому Дню Победы. С сегодняшнего дня в социальных сетях будет запущен флешмоб стихи Победы. До 9 мая любой желающий сможет разместить видео, где он читает стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне. С использованием хэштега «Стихи Победы». Лучших чтецов пригласят выступить на официальных мероприятиях, а самые удачные видеоролики будут презентованы на главной сцене праздника. Все-таки хочется, чтобы молодежь не только помнила о Великой Победе, но и вложила частичку души, прочитав, а именно репостнув или выставив свои самые любимые стихи. Почтить память героев приехал глава региона Сергей Морозов. Губернатор вместе с главами администрации муниципальных образований, членами правительства и представителями молодежных организаций возложили цветы к вечному огню. У меня прадед служил на войне, и тем самым я почту его память. Важно помнить о нашем подвиге, подвиге наших дедов, и не только 9 мая, но и также в другие, каждый день, каждый час. Акция охватит все муниципальные образования региона. В каждом уголке Ульяновской области еще не один раз вспомнит о Великой Победе. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.